Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Каникулы под знаком безопасности. На особом внимании властей семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Что год грядущий нам готовит. Праздничная новогодняя программа уже утверждена. А сейчас обо всем подробнее. Первый вице-маранапа Светлана Яроваев встретилась с матерями погибших в локальных войнах ребят. Женщины, потерявшие сыновей, рассказали о своих проблемах. Но не только о личных. Разговор шел и о сохранении исторической памяти, и о воспитании достойной молодежи. Боль невосполнимой утраты навсегда поселилась в сердцах матерей и вдов. Их сыновья и мужья погибли, выполняя служебный долг в Афганистане, Чечне и Беслане. Многие женщины остались один на один со своим горем. Вернуть их близких никто не в силе. А вот выслушать и помочь в решении житейских проблем – задача выполнимая. Эту цель и преследовала встреча городских властей с семьями погибших героев. У меня нет больше детей, нет внутрь. И сама я рождена одна в семье. Болею я безумно. Вторая инвалидность у меня. Мне плохо. Очень тяжело жить. А соцзащита помогает мне. И иногда машину вызовут. Даже были времена, когда на рынок ездили. Ну и не могу встать, у меня ноги отнимаются. А хочу сказать по-другому. Я все равно держусь и все нормально. Я хочу обратиться к вам со словами благодарности за ваших детей, сыновей, которые совершили подвиг в молодые годы в самом своем расцвете сил. Главой принято решение. В ближайшее время в школах, где учились ваши дети, ваши сыновья, будут оборудованы, соответственно, уголки памяти. Для того, чтобы сегодняшняя молодежь знала и брала пример с героями. Разговор не мог не коснуться насущных проблем. Участницы встречи делились, с какими сложностями сталкиваются их семьи. А городские власти искали решение, как помочь, не откладывая в долгий ящик. А напчанки не скрывают, они нуждаются в поддержке. Ведь их мужья и сыновья никогда не вернутся. А проблем и забот в повседневной жизни немало. И, конечно, встреча не обошлась без воспоминаний о самых родных и близких, о том, как сохранить память об их подвиге в сердцах молодого поколения. Мой сын всегда писал из-за меня. У меня погиб друг, хотя, в принципе, они рядом не служили. Но все, кто были там, для него были друзья. Поэтому у меня в школе огромный стенд, где все ребята, все наши ребята, мы написали, что Герои Отечества – это национальное достояние России. Слушать без слез их истории подчас невозможно. Сын Валентины Туркиной погиб в Беслане, защищая детей от террористов. Когда террорист забежал и бросил в детей гранату, он ее накрыл с собой. Тем самым он спас более двухсот детей. В Северной Осетии мы очень дружим. Девочка та, что ближе всех лет сидела, Надя Бадоева, которая тоже досталась от этой гранаты, которую сын накрыл. У нее много ранений было. Потом через год, когда она уже восстановилась, она начала с мамой, с родными искать своего спасителя. Мама Надина, Залина, первый раз, когда нас с Наташей увидела, с невесткой, вдовой Андрея, она встала перед нами на колени. Вот я ее подняла, мы обнялись, поплакали. Я говорю, Залина, вашей вины нет. Он сделал свое дело. Он знал, куда шел. Он выполнил свой долг. Годы. Они сотрут из памяти многое, но только не утихнет боль. Уже выросли дети, чьи отцы погибли, защищая людей. У Андрея осталось два сына, которые мечтают быть похожими на папу. В завершении встречи мамы солдат, не вернувшихся с войны, поблагодарили за прием и выразили надежду, что они станут традиционными. В ответ получили предновогодние подарки и путевки в санаторий. Каждая из матерей отдохнет и поправит здоровье в одном из санаториев Анапы. Специальная комиссия работает с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Всего в Анапе на учете состоит 250 таких семей. Рейдовая группа проверяет санитарное состояние жилья, пожарную безопасность. Главная цель визитов – помочь и защитить детей. Наталья Измызгова продолжит тему. Рейдовая группа снова в пути. Сегодня еще четыре семьи пройдут проверку. В первой по счету семье провести проверку не удалось. Родители, то есть законные представители ребенка на работе. Общение с ребенком без них запрещено. Группе придется вернуться сюда снова. По другим адресам проверяющих встретили приветливо и охотно рассказали о своем житии и бытии. Родители работают, жилье чистое и опрятное. Есть достаток, есть добротная одежда и все условия для проживания детей. Полиция конкретно смотрит исполнение родителями или законными представителями их обязанностей. По воспитанию, обучению и содержанию детей. Сегодня проверяем четыре семьи. Проводятся профилактические беседы с родителями, с несовершеннолетними. Мы смотрим на взаимоотношения, проверяем семьи. Пока недостатков выявлено не было. Проверили также отопление, соблюдение мер противопожарной безопасности. Сотрудники социальной службы предложили поучаствовать в акции «Вторые руки». А сотрудник центра занятости порекомендовал подросткам варианты трудоустройства. Рейды продолжатся до 29 декабря. Научить мужество подрастающее поколение можно только своим примером. Мастер-класс по военной подготовке и рукопашному бою провели в кадетской школе села Пятихатки. Десантники из Анапы. Не все кадеты станут военными, но приемы самообороны в жизни им обязательно пригодятся. Подробности смотрите в сюжете. Белые и черные полосы для этих ребят не связаны с хорошим или плохим настроением. Наоборот, это верное плечо товарища и надежная поддержка. На спортплощадке кадет в одних тельняшках. От накала эмоций жарко. Поделиться опытом в кадетскую школу приехали старшие друзья. Десантники 1141-го артиллерийского полка города-курорта Анапа. Мы взаимодействуем с кадетским корпусом. Также проводим занятия, оказываем помощь в организации и методике проведения занятий по физической подготовке. Недавно приезжали не к нам, мы показывали то, что есть у нас в нашем полку. У нас построился сейчас плавательный бассейн. Мы там побыли, я показал, какие у нас будут проводиться занятия по плаванию. Военно-прикладное плавание, плавание в обморожении с оружием, ныряние в длину. А также другие там брас, кроль. Кадетам очень понравилось. Показали, как мы живем в нашей части. Как говорят в полку, десантнику не больно, десантнику приятно. Мальчишки учатся падать, чтобы снова вставать и двигаться к поставленной цели. Большинство кадетов в будущем мечтают стать офицерами. Егор Фукс хочет стать морским пехотинцем. Он внимательно следит за каждым словом тренера. Ну понравилось. Я вчера еще ездил в этот полк, видел уже этого тренера и лейтенанта, которые нас обучали. Они рассказывали весьма подробно, меня заинтересовало. А сегодня на практике испытал некоторые из приемов. А падать надо первым. Кто занимался борьбой, знает основное. Ставили ногу, в центр тяжести под ним. То есть вы с ним разговариваете, взяли его за руку. Ставили ногу. Ребятам показали, как правильно ликвидировать часового, как дать отпор врагу без оружия в руках, как вести себя при нападении сзади. Занимались кадетским корпусом, обучением приемов рукопашного боя и комплексы рукопашного боя без оружия на 16 счетов. Плодотворно. Когда-то я был учителем в школе на практике. По сравнению со школьниками, отлично. В первую очередь, как инструктор физподготовки, это здоровый образ жизни. Физические навыки, умения, просто чтобы они были здоровыми. И также патриотизм, любовь к родине, к ВДВ теперь. Любовь к вооруженным силам, чтобы выросли мужиками. Я думаю, после такого кадетского корпуса от армии косить они не будут. Настоящая мужская дружба – это самая лучшая школа. Старшие друзья-десантники стараются передать весь свой опыт подрастающему поколению и помочь им сделать правильный выбор будущей профессии, не скрывая тяготы и трудностей, чтобы кадеты реально могли оценить свои силы и возможности. И если уж станут военными, то не предадут ни зельняшку, ни друга. До самого любимого праздника Нового года осталось ровно три недели. Самое время приготовить подарки и спланировать каждый день каникул. Ярко и интересно. Новогодняя программа о работе ярмарок и елочных базаров, а также оригинальные идеи празднования в нашем следующем сюжете и время работы общегородского транспорта в новогоднюю ночь. В городе и сельских округах пройдет 178 мероприятий, среди которых новогодние праздники, театрализованные представления и детские утренники. Оригинальная идея этого года – «Новогодние разгуляи», которые пройдут ежедневно с 25 по 30 декабря на театральной площади с 17 до 19 часов. В программе – конкурсы, концерты и розыгрыши подарков. В новогоднюю ночь анапчан и гостей курорта приглашают на театральную площадь. Запланирована прямая трансляция поздравления президента Российской Федерации и шоу-программа. Праздник пройдет с 23.00 до 2.00 ночи. Ровно в час небо над Анапой раскрасит праздничный фейерверк. 28 декабря Деда Мороза и Снегурочки устроят массовый флешмоб на театральной площади, после чего отправятся на пляж, чтобы устроить зрелищный шоу-марафон на лыжах по песку. Глава города-курорта Сергей Сергеев обратился к главам сельских округов. Праздники должны пройти ярко и интересно в каждом населенном пункте. Особое внимание на новогодних каникулах уделят ветеранам. С 15 по 31 декабря на улице Горького развернется большая новогодняя ярмарка, где, как на ярмарке, будут представлены самые разные товары. Ёлочные украшения, игрушки, сувениры, товары для дома, текстиль, продукты питания, сельскохозяйственная продукция и кондитерские изделия, а также ели и сосны. В Анапе будут работать 11 ёлочных базаров. Сергей Сергеев поручил подготовить письма руководителям крупных предприятий-производителей Кубани с предложением представить свою продукцию на анапских новогодних ярмарках. Места будут предоставляться бесплатно. В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 3 часов ночи, а в рождественскую – до полуночи. В остальные праздничные дни движение будет осуществляться по обычному расписанию. С 29 декабря все аварийно-спасательные формирования города будут переведены на усиленный режим функционирования. Будет работать 14 оперативных групп, 10 на базе сельских округов и 4 в городе. Более полный вопрос обеспечения безопасности во время новогодних каникул будет обсуждаться на заседании антитеррористической комиссии, которая состоится в ближайшее время. Продолжаем выпуск. Анапа готовится к Новому году. Свою лепту в создание новогоднего настроения вносим и мы. Открываем рубрику «С наступающим Новым годом». Каким запомнился уходящий год, рассказывают известные люди в Анапе и далеко за пределами. Новый год «С наступающий год» Уходящий 2014 год сложился очень тяжело. Много было мероприятий, которые и государственного масштаба, в которых мы принимали. Также знаменателен тем, что в 2014 году праздновали 365 лет пожарной охране. Уважаемые анапчане, уважаемые коллеги, в преддверии Нового года хочу поздравить вас с этим праздником. Пожелать в следующем году всего самого наилучшего, чтобы то, что было все хорошее в этом году, преувеличилось, а все плохое осталось в этом году. Желаю вам всем здоровья, удачи, благополучия в семьях и всего самого наилучшего. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 11 декабря, в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов, ночью до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин